Хотелось бы перейти к теме защиты растений. У нас сейчас ввиду специальной военной операции есть запрет в ряде во многих, практически во всех регионах на полеты беспилотных летательных аппаратов. Но вот у нас сегодня присутствует Василий Николаевич Птицын, это руководитель компании «Фласси Агра». Значит, на сегодняшний день в России запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в 56 регионах. Вчера в 56-е присоединились к Кабардино-Балкарии, которые держались до последнего, но, видать, их там как-то сподвигли к этому делу. За последние три месяца я от лица своей компании написал в 14 регионах, то есть тех регионах, где активно применяются беспилотные летательные аппараты для защиты растений. Жидкими препаратами, сыпучими, энтомофагами, неважно. Больше всего писем было написано в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края на прошлой неделе. Резко губернатор Дюмин, тульский губернатор, изменил свое же постановление по запрету применения беспилотников. У них есть региональное министерство безопасности, оно подготовило алгоритм, и там пройдя несложный алгоритм, можно получить разрешение. Это Тульская область, где практически каждый день что-то падает с неба, какой-то очередной беспилотник. Активисты, в кавычках, это у нас Воронежская область, которые заявляют, да вот эти ваши обработки вашими дронами, это все незначительно. Примерно так же отвечает правительство Ростовской области и также Краснодарского края. Вот Владимир Владимирович приводил тут цифры по поводу приобретения техники. По данным Росавиации, только в Краснодарском крае зарегистрировано на сегодняшний день 3000 беспилотных летательных аппаратов. 80% из них применяется в сельском хозяйстве. Это инвестиции, то есть предварительные, которые мы с вами, коллеги, сделали, порядка 4,5 миллиардов рублей. То есть это пятая часть суммы, которую край потратил на приобретение сельхозтехники. Уже есть, создана, как вы знаете, наверное, многие знают, Государственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем. Первое поручение президент дал 30 декабря прошлого года на тему развития этой отрасли. Следующие поручения были даны в ходе совещания большого, которое проходило 27 апреля в подмосковном инновационном парке Рудню. Тоже те, кто задействован, в этом связаны. Это я по поводу незначительности. То есть только 10 тысяч человек в Краснодарском крае задействованы в сфере беспилотной авиации в сельском хозяйстве, по моим оценкам. 10 тысяч человек. Запреты вводились, потом под воздействием, опять же, каких-то объективных факторов, где-то субъективных, кто-то подходил к каким-то губернаторам или к другим чиновникам, ситуация менялась, начались изменения. То есть Саратовская область, это большой аграрный регион, губернатор в своем же постановлении внес изменения. Одну фразу. Запрещено летать беспилотникам за исключением беспилотников, применяемых для сезонных сельхозработок. Как я говорил, Тульская область изменила свои же постановления Тамбовская область. Там, правда, поступили хитрее. Все это отдали на откуп муниципалитет. На прошлой неделе я в учебном режиме провел такую тренировку, с легкостью получил разрешение на полеты в одном из районов Тамбовской области. Я хотел бы, Станиславу Константинову, воспользоваться ситуацией, и я пригласил своих коллег, которые эксплуатируют дроны и занимаются этим каждый день. Вот здесь, на нашей маленькой конференции, на небольшой, но очень известной выставке, заявить о том, что мы решили создать межрегиональную ассоциацию беспилотных летательных аппаратов в сфере сельского хозяйства. То есть, вот после консультации с администрацией президента, они говорят, есть оборонщики, есть там еще кто-то, есть там логистикой, кто-то занимается, а вот сельского хозяйства крупного игрока нет. Будем считать, что сегодня появилась идея о создании такого игрока, и мы ассоциацию народных фермеров, там, федеральную, региональную и всех вместе приглашаем вступить. Я уже провел предварительные переговоры с отраслевыми институтами, с крупными предприятиями, и, кстати, в агросфере тоже, которые также готовы вступить в эту ассоциацию. Дроны-опрыскиватели на сегодняшний день, да и вот мои дроны там по им томофагам, способны не то что конкурировать, мы уже обогнали трактор. Мы уже обогнали трактор, трактор высококлиренсный, там, опрыскиватель, мы обогнали априори, то есть уже высокого клиренса на культурах, особенно в южных регионах, не хватает, там, культуры уже 3-3,5 метра. То есть применять дроны, это интересно, это выгодно, это в соответствии с политикой правительства и президента, но как-то вот что-то мы на старте уже начинаем пробуксовывать. Мною было проведено совещание, ну, скажем так, деловая беседа с Романом Владимировичем Некрасовым, это директором департамента защиты растений и механизации Минсельхоза России. Это просто спасибо насчет агролизинга. Значит, агродроны тоже можно приобретать в лизинг, коллеги. Это касается не только эксплуатантов, но и фермеров. Буквально там чуть больше недели назад Минсельхоз обнародовал проект приказа, который компенсирует получение кредит, кредитную ставку на приобретение именно дронов. Правда, было, так сказано, дроны с искусственным интеллектом. Я пока еще ни одного такого не знаю, ну, не знаю, в мире пока не видел, но, может быть, они есть. Но, тем не менее, я, правда, задал коллегам Минсельхозе вопрос, здорово, конечно, сейчас финансировать покупку дронов, при том, что запретают 56 регионов. Предложил им выйти с инициативой губернаторам по поводу все-таки пересмотреть, рассмотреть варианты изменений, постановления по поводу запретов. Ситуация вот как-то такая. Василий Николаевич, а вот в тех регионах, которые разрешили обратное использование дронов, там какой-то регламент специально они прописывали? То есть по эксплуатации, да, получение разрешения или еще чего? Значит, смотрите, все прописано до нас. То есть есть воздушный кодекс, есть приказ Росавиации номер 494, есть другие приказы, приказ 138 той же Росавиации, которая регламентирует применение беспилотных летательных аппаратов. Классификация пока примитивная, скажем так, там до 30 килограмм одна категория, да, свыше 30, вот все, что свыше, это вплоть до Боинга 747. То есть примерно так сейчас. Хотя у нас в зале есть коллеги, которые получили сертификат регистрационный на дроны и опрыскиватели, уже, они уже начинают более тяжелые быть, да, да. Вот, и есть российский производитель, который сейчас строит завод в Тольятти, собирается производить дроны с объемом баков 60 литров. Василий Таврович, я ни в коем случае не хочу передавать. Значит, по поводу, Станислав, по поводу изменений. Пытались вводить алгоритмы этого Тула, этого Волгограда, но там нет ничего военного. Дрон должен быть зарегистрирован, это правило. Пилоты должны быть обучены, ответственность пилота должна быть застрахована. И выше 150 метров никто летать не должен. Я говорю, проще всего было в Саратовске. Там губернатор одну фразу изменил. За исключением дронов, применяемых для сезонных сельхозработ. Все. Пожалуйста. Можно ли это? Да, это сугубо региональная тематика, и каждый регион же сам принимает решение. Поэтому, да, давайте попробуем этот момент. Вы же сами в своем режиме отрабатываете с регионом, да? Мы, конечно, могли бы... Владимир Владимирович, может, давайте подскажете, как нам лучше? Мы готовы от ассоциации обратиться к Федору Ивановичу, к Андрю Николаевичу, либо к Вениамину Ивановичу. Как здесь правильно? Очевидно, что и тренд задается и президентом на развитие дронов, и много сельхозпроизводителей наших уже в этом тренде и покупают дроны, и очевидно, что эта технология, она адаптируется к обработкам полевым, в ней есть перспектива и тренд на увеличение обработок беспилотными летательными аппаратами. Поскольку есть уже в ряде регионов решения, которые позволяют агродронам летать, может, мы можем все-таки с вашей какой-то рекомендацией здесь выстроить эту коммуникацию и попросить губернатора рассмотреть возможности этого? Поскольку уже в ряде регионов это решение прошло и оно используется. Коллеги, мы, конечно, поддерживаем новые технологии, действительно, за новыми технологиями будущее, и мы в этом убеждаемся уже не раз. Давайте посмотрим, что в других регионах, какие-то регионы, на какой они отдаленности от границы. Все-таки эти принятые ограничения не просто для того, чтобы было безопасно нашим жителям и нашим гостям. Напомню, что в Краснодарском крае живет 5,6 миллионов человек, а до 10 миллионов приезжают отдыхающие. И если вы смотрите сводки, к сожалению, наши соседи часто сюда отправляют дроны, да, для своих диверсий, и это присутствует. И тут только для защиты нашего населения было это использовано. Это защита. Ну, если вы говорите, есть в других регионах какие-то факты, давайте смотреть. Коллеги, давайте попробуем сделать достаточно хорошее предложение и письмо с точки зрения объяснения отсутствия тех рисков, которые приписываются сейчас агродронам, и уже продолжить этот диалог в предложении, аргументация, контраргументации, и попробовать сделать это в ограниченное время, чтобы не затягивать, поскольку там высота растений уже когда-то опрыскивателями нельзя работать, и мы понимаем, что те, кто услуги оказывают, они контрактуются сейчас. Но постараемся в краткие сроки провести этот диалог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова